Смерть 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 Уйдет что ли Завросто Завросто точно А ты что залез туда он растоит Дон не поймешь Листочек бумаги возьми пожалуйста Большой? Да нет Маленька, пройди туда, загляни, в сад, в сад. Маленька, пройди туда, загляни, в сад. Маленька, пройди туда, загляни, в садах, в садах, в садах, в садах, в садах. Маленька, пройди туда, загляни, в садах, в садах, в садах, в садах. Маленька, пройди туда, загляни, в садах, в садах, в садах. Маленька, пройди туда, загляни, в садах, в садах, в садах, в садах, в садах, в садах. Маленька, пройди туда, загляни, в садах, в садах, в садах, в садах. Маленька, пройди туда, загляни, в садах, в садах, в садах, в садах. Сколько бегать-то можно? Нежность. И что дальше Христос говорит? Все стою у дверей и стучу. И как стучит он? Он стучит нежно. А что ж тогда сердца с петель срываются? Возьмите маму мою. Сердце сорвано с петли. На место пришили врачи только его. Почему сорвано с петли? Сын грубый. У него нету нежности той, которая нужна. Вот сердце и заболело у матери. Так если стучится Христос в твое сердце, то сердце твое не сорвется с петли в этот момент. Другое у тебя нечто будет происходить. Так я про маму сказал, чтобы вас, сестры, не задевать. А то же вы сейчас все от моей нежности упадете тут в бессознательное состояние. Благо мама у меня крепкая, она потом поймет меня. Мы там договоримся с ней дома. Уже разговаривает, уже сбивает с пути истинного всю нашу церковь. Мама, приехала только что. Креститься собралась у нас. Вы не забудьте о молиции о ней. Она может быть членом церкви истинной. Уже с батюшкой переговорила. Батюшка не против. Но вы сами понимаете, обличение нужно всем. Итак, в обличение, в нежность, в эту, входит или не входит? А то вот распечатку хорошую нам прислали нежности. В том, да, не все знают. Сестра задала вопрос. А вот будьте нежны друг к другу. Можно скажи? Ну скажи. Вот сейчас она скажет что-то, только недолго. Я сказала просто из Библии, там написано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Прямо так конкретно написано. Но чуть дальше... Римлян 12, 10. Римлян 12, 10. И чуть дальше, в почтительности предупреждайте друг друга. Я почему этот вопрос задала на том, на прошлом собрании. Потому что мне показалось, что у нас, вот как раз этого момента у нас как бы и не хватает. Просто мне показалось, что это кому-то может быть очень нужно в данный момент. А кому-то, кто-то может быть это не заметил, вернее в Библии когда читали. В частности, я вот не замечала. Много раз читала, я вот мужу своему как-то слушаю. Я много раз читала вот это место и ни разу я не замечала вот это слово нежность. Оказывается, Бог этот как-то особенно выделил. В почтительности, будьте братолюбивы друг друга, с нежностью, в почтительности приобретайте друг друга. Предупреждайте друг друга. А в другом написано, но и обличайте. То есть обличение-то обязательно должно быть, но оно как бы на втором плане, потому что но и обличайте. Так, разрешите, я сейчас прочту дальше. Да ладно, не надо про этого брата, это уже истертый копач. Римлянам 12.10. Братолюбивы друг ко другу. Ну тут, братолюбивы друг ко другу. Любезны, любезны. Это церковно-славянское. А у нас с нежностью переводится. И толкование златоуста. Феофилакта болгарского чуть-чуть поменьше, но тоже. Вы, братья, говорит апостол, и произошли из одной утробы. Уже по этой причине правильно было бы, чтобы вы любили друг друга. Это и Моисей сказал дравшимся египтянам. Вы, братья, для чего обижаете друг друга? Исход 2 глава 13 стих. И апостол, когда ведет речь о внешней, говорит. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Римлян 12.18. Когда же рассуждает о своих, говорит братолюбивы, будьте нежны друг ко другу. Такие, это, как, нежны? Чего вы церковно-славянский-то поставили? Зачем? Как правильно? Нежность. Про нежность, про вашу. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. А, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В следующий раз будете печатать вот это вот. Напечатайте еще по-русски-то. А то братолюбивы друг ко другу любезнее. Чего такое любезнее? Ну зачем? Церковно-славянский, по-русски и по-латински. Там требуют, чтобы они не ссорились, не ненавидели, не отвращались друг к другу. А здесь повелевает любить друг друга. И не просто любить, но любить сильно. Любовь, говорит, должна быть не только непритворная, но крепкая, горячая, пламенная. Что пользуешься, любишь, хотя искренне, однако же не горячо. Ну считайте, что это горячая любовь. Потому апостол и сказал друг ко другу с нежностью. То есть любите горячо. Не жди, чтобы другой проявил к тебе любовь. Но сам стремись к нему и начни первый, так как тогда ты приобретешь награду и за его любовь. То есть с чайником ходи, у нас это называется нежность. Сахар в одном кармане, конфеты в другом и печенье еще в рюкзаке. И начинаешь всем чай наливать. Вот это нежность. Так об этом только, об этой любви все и говорят, которая есть у сектантов. К ним, говорит, зайдешь, они все тебя и погладят, и все, и чаю тебе дадут, и пирожков бесплатных, все тебе дадут. Передергивать не надо, Игорь, места Писания. А что так без нежности вы ко мне? Показав причину, по которой мы обязаны любить друг друга, апостол объясняет, как любовь наша может сделаться непоколебимой. Почему и прибавил, предупреждайте друг друга почтительности. Таким-то образом, любовь возникает и поддерживается, ничто не приобретает нам столько друзей, как старание зайти ближнего почтительностью. От этого возрастает не только любовь, но и честь. Как описанное выше, происходит от любви, так любовь от чести, а равна и честь от любви. Да, тут есть кому задуматься. Я, говорит, научил вас любви. Это блаженный феофилакт, у него короче, ну как бы емче. И вам весьма естественно исполняет то, что вы братья, рожденные от одной утробы, то есть от купели крещения. Следовательно, этим самым обязаны уже любить друг друга, потому что признаком и обнаружением братства служит дружба. А дружба производится и утверждается братолюбием. В почтительности друг друга предупреждайте. Учит, как сохранить и братолюбие, а именно уважением друг друга и взаимным предпочтением. Ибо предупреждать значит предварять друг друга в почтении. Там слово почтение, теперь еще непонятно. Ну вот, взялись мы разобрать это все. Разбираем. И у нас две группировки возникли по нежности. Одна нежность, ну она любвистская, как у нас любят сейчас беседовать сектанты, батюшки и католики. По Библии мы не будем разговаривать, давайте разговаривать по любви. Да, без Библии совершенно, то есть Библия не нужна. То есть когда они у себя в своих сектантских сборищах собираются, то разговор идут только об Иисусе Христе. Начни с ними разговаривать, просто когда ты остановился. Все, Библии нет уже. Если ты, конечно, правильно ответил хоть раз. Ему-то уже не интересно. Истории не знают. Толкование от Святого Духа через наших святых мужей они не знают. Отсюда, естественно, самоизмышление. А на самоизмышление ты их спрашиваешь, а в Библии когда-то что-нибудь скажите, ты не умеешь говорить по любви. Вот видно вы. То есть ему дальше-то еще бы сказать. Ну и называют иной раз. Говорят, а вас православие самих сектантами называют. Вот точно вы такие есть. То есть сектанты нас уже называют православных сектантами, если ты будешь с ним говорить по Библии. Почему? Ну потому что ты же уже предполагаешь, раз он сектант, его вразумлять. А нежность, оно никак, вот это слово, оно вразумление, но никак не влазит в это слово нежности. Если думать по тому, как наши сестры влагают мне в уши это слово нежность. С каким они говорят? Это то же самое, как умиление. Что такое умиление? Это вот перед иконой. Что такое умиление? Не знают. Что такое нежность? Не знают. Что такое любовь? Не знают. Что такое гнев? Не знают. То не знают, это не знают, это не знают. А потом такое наслоение происходит, и уже не брат перед ними стоит, который говорит о Христе, который крещён вместе в единоутробные, а какой-то брак стоит, какой-то монстр стоит, который решил вас разодрать на части и куда-то спрятать. Игнать Ильич, прошу вас. А то у меня нежность сейчас перехлестнёт границей. Я по холоду того, что говорил. Говорят, что такое нежность. Слово-то нежность хорошо известно. Мы долго нежимся в постели. То есть то, что плод любит. Тепло, мягко, сытно, и нас никто не трогает. Но почему-то в одном месте апостол Павел говорит, чтобы друг к другу обращались с нежностью, а другой апостол говорит, чтобы обращались так, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Святые отцы по-разному поступали. Вот Антоний Великий. Разные были наименования. И он богослов. Богослов-то он не был, он рыбак. Но так как он сказал, Бог есть Слово, и это у него была как бы пароль. Это его ник, всё бы сказали. Так он говорил. И он всегда говорил, Бог явился, Слово явилось, Слово есть Бог. Были люди, которые получили прозвище, что это уста золотые. У меня Ян Златоуст Константинопольский патриарх не один был с этим прозвищем. Был и на Кенте Херсонске в России. Встречались другие, но это прозвище за ними не закрепилось, но их называли. Про меня поставили фильм «Златоуст из Потеряльки». Ну какой я Златоуст? Для Сашмешки. Но людям мира так показалось, и в газете меня посадили, и так и написали. Златоуст, а второй строительный. Так что, а вот с именем, или с прозвищем, или с добавкой Великий, 17 человек только за 20 столетий было. И один из них был Антоний Великий, очевидно, самый первый, получивший эту добавку. И он говорит, я никогда в жизни мирно с серетиками не беседовал. Как понимать? Не было у него нежности? Ну, с нежностью. Ну, хорошо, нежность исходит от кого-то. Ну, действительно, не нужно думать о теле, о душе. У бабушек, у всех нежность к внукам. А как, во чём она нежность? Спи дольше, ешь больше. Всё кончилось. А что вырастет такая свинья, которая к холодильнику не сможет шагать уже? Как одного он показывает по телевидению. 500 килограмм в одном. Ну, женщина та поменьше, всего только 270. Ну, вы прикиньте, если у тебя 60 килограмм и умножь на сколько? Математика. Это всё в одном человеке. И родители его нежили с нежностью. А иного страхом спасайте. И вы по священному писанию увидите. С одними Христос обращался нежно исцелял, а других бичом порол. А вот у пророков нежности как будто никогда и не было. Ну, какая нежность у пророка Илии? Политическая обстановка менялась кардинально. При одном движении с неба пал огонь. Жертва поглощена немедленно. Хватайте всех. Так ведь это ни два, ни три, а 850. И по одному всем голову отсекает. Это даже сегодня в Чеченскую войну. Надо так не было, постолько казнить. Да кого-то, что не знал про эту нежность. Нам нужно только осмысливать. Думать. А когда думать прекращает голова, тогда начинается извращение этого. Павел говорит, у нас не было ласкательства ни перед кем. Вот сегодня в секты все это ласкательство. И ада нет. Ад вообще отвергли. Ада никакого нет. И что на первом месте люби Бога. И правильно это Павел сказал. На первом месте люби человека. Человека надо любить. А Бога где его любить? Хотя святые говорят, как ты можешь любить Бога, которого не видишь. Когда человека, которого видишь, ты его не любишь. В любом вопросе нужно подходить с молитвой и с разумением. Вот мне вопрос задавали. А что важнее? Вот вам бы предложили Библию или молитва? Что важнее? Да так разве можно спрашивать? Можно. Ну и как вы ответили? Человек как-то не задумывался, знает, что Библия, Слово Божие. Я не задумываюсь, отвечаю. Молитва, конечно. Да как же его Слово превыше всякого имени? Правильно. Но без молитв это ничего не дает. Молитва отверзает человеку сердца желание читать Слово Божие. Молитва открывает ему ум к уразумению Писания. Итак, молитесь. Без молитвы ты и Библию не получишь. Без молитвы она никуда бы написана. И ты даже не откроешь. Когда молитвы нет, душа у человека, вот у нас батюшки нет, полдесятого, вот сколько собраний идет, полтора часа только. Понимаете, полтора часа. И даже на это поправку не делают. Все равно вырвусь и скорее домой. Это тревожный симптом. Нельзя этого делать. Вот это братство маленькое во Христе. Видите, какие вопросы поднимают. Нужно быть беспощадно жестоким по отношению к самому себе. Так учат все святые отцы. Все. Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Я вот смиряю, я давлю, додавлю до низу и потом порабощаю, рабом делаю. Дабы проповедую другим самому не оказаться недостойным и спасенным. Значит, что такое раскаяние? Раскаяние это гнев, направленный вовнутрь. Нежность это гнев ко греху, чтобы испепелить его везде и привлечь. С еретиками обращайтесь кротко. Кротко, но не потворствуйте им. Я вчера посмотрел, это, наверное, часа на два, ну не два, может полтора, и мы все смотрели. Мне дали, посмотрите, вот, по западному образцу ведется богослужение в русской православной зарубежной церкви. Ну, кому они принадлежат, епископа нет, но священник. Все по-католически делают. Алтаря никакого нет, но алтарь есть, вот такая загородка. И дальше, как они служат? Поклона вообще нету. А поклон один, ник называется у немцев. Вот так, коленка одна согнулась, вот так вот, и все, ну, как пажи там, шляпы. Ни одного поклона нет, священники, все вокруг него, которые ходят, помогают перед столом. Вот так одно колено, и вот так вот, раз, и поднялся. На дно. А было ли такое поклонение? Ну, есть еще и предание церковное. Предание какое было? Даже апостолы, как и положил, лицо свое между колен себе, видите, как склонялись. И падали перед ним, и просила, падала! Ни одно колено по-немецки преклоняет. И вот дальше, как у них идет там музыка, играют, скрипки, ну, органа нет. Как они службу ведут, служки рядом. У него риза, а риза, а у других просто надета, как сорочка какая-то. И как только священник поворачивает, это, видимо, кадильница. А кадильница, вот такая цепочка, а остальная, ну, маленькая, даже не поймешь, что. И у него, вот так вот, извините, ребят, покажу, ризу, чтобы не мешало, видимо, вот так. И он все время ходит за ним и держит один послушник, как у нас, ну, за архиереем, когда носят подол. Я внимательно до конца все просмотрел. И тут же малые дети, они приучились, они понимают, по-другому нет, они так и понимают. А я думаю, я-то научен другому. Но я не могу это осуждать. Я не знаю, как было у апостолов. Я думаю, а как смотрят сейчас вот баптисты на это? И я второй этап мышления моего пошел так. А что полезное я могу взять от них? В первую очередь, вот этот алтарь у нас закрытый дубовыми дверями, этого не было никогда. И у них все открыто, вот, на уровне стола примерно, и при том решечь это, ну, как оградка маленькая. И временами закрывают так. Так это же, который? Да ты не знаешь, зайди, православная церковь, город Киев, московский патриархат. Было все время тогда. И там вообще алтарь открытый весь. Так было. И вот мы должны посмотреть, сходятся, не сходятся. Дальше, ну, я запротестовал внутренне, ну, как это так? Ну, все время сидят, все сидят. Женщины без платков. Ну, я уже смотрю-то, примеряю к чему-то. А все время себя смиряю. Думаю, не смиренно я смотрю, не с нежностью. И сам себя как до конца досмотрел, я уже многое от них взял полезного. Ну, чтобы достичь этого, мне надо было до 73 лет дожить-то. Я кого-то вижу, когда вот что-то человек, это там, нетерпимый, другим каким-то верованием. Я вижу себя. Это я. Я вам, может быть, не рассказывал. Кто-то слышал. Я однажды ехал по Теряевку. Ну, сижу у окна, вагон общий. И вдруг напротив, который коридор, я-то сижу такая поперечная скамейка, а другая повдоль, которая идет. Проводник идет, рукой задевает. И вот сел какой-то юноша. Просто сел. Вот он развязывает сумочку. Вот он вытаскивает хлеб и как ест. Я увидел копию меня. В таком же возрасте. Я пригляделся на меня похожий. Во мне такое заговорил. До того я не взлюбил его. Прямо сижу и с собой ничего не могу сделать. Гляну еще на него. И крошки-то он собрал. Ты делаешь все правильно у него. Но я его не вижу, а я увидел себя. И я сразу стал исследовать, что со мной делается сейчас. Представляете, ну было лет, может, 7 назад ехал. И гляжу, он ложится спать. Достал свое одеяло, как я тут. Я глаза протянул. Да, наверное, это и я, и есть. Ну, ему ни одного замещания нельзя сделать. Все сделал правильно. Во мне что-то забунтовало. То есть я настроен на волну самоосуждения. Я стал приглядывать все к нему, но не решился заговорить. Я испугался. Ни милицию, ни КГБ не боялся, а его испугался. Я по сегодняшний день не могу что объяснить. Какая милость Божия. Я как бы явлен был в своем образе. Какой же я недостойный. И как я мог бы тогда кого-то... Не знаю даже, что он во мне вызвал-то вот эту... Прямо волна негодования во мне вошла. Я по сегодняшний день не решил еще это. Научиться нужно как-то смотреть, чуть приподняться сегодня и посмотреть на себя, как это выглядит. Хотя мы должны все время снизу смотреть. Вот сегодня Азакхея слышали. Маленький рост. Маленькие люди роста много добиваются. У кого такой рост есть метр пятьдесят один? Что это за рост такой? Посмотреть. Ну метр пятьдесят четыре у кого есть? Даже никого нет. Почему? Лариса. Лариса. Метр пятьдесят четыре? Да. Ну это... Я метр пятьдесят шесть. Рост Геббельса. Правой руки Гитлера. Один из самых талантливых в его аппарате был. И когда Гитлер поканчивал жизнью, как заканчивал жизнью считается, то он его назначил канцлером. Значит, маленький рост немало ему не помешал. А метр пятьдесят один это нарком железный. Енафа сто пятьдесят. Ну-ка, зайди сюда, Енафа. Где она? Это Николай Иванович Лежок. Вот посмотрите сейчас. Я просто хочу показать, что маленький рост... Ну никакой... Даже травма появится. Со Сталином был рядом человек на высоких каблуках на один сантиметр выше. И он его считал самым важным. Почему? А кого я назвал с Богом? Прости, Христа ради. Была отличная память, как они работали. Я эти материалы выставил у меня на форуме, прямо на первой странице. На первой строчке есть. Многому можно учесть. Все эти люди работали, казалось, как машины. У них не было ни отдыха, ничего. У них была определенная цель угодить своим, кто выше его. Одному Гитлеру, другому Сталину. Они принесли величайшее зло. Я говорю только о росте. И вот мы видели, человек невысокого роста хотел увидеть не Гитлера, не Сталина, а Христа. Вот даже маленьким ростом воспользуйся правильно. Бывает маленький рост, но такой злодей. Смотреть не на что. А столько зла же сделает. А ты скажи, маленький рост, а я на смоку внизу в лес. Твоя гордость, твое превозношение. Надо спуститься оттуда и пригласить Христа. И как он возвысился, как он встал, как подошел, показывает, распечатал. Половину имения раздам. Вы понимаете, что это половина имения у богатого человека? Вот сегодня мы сейчас, Ходоровский сказал, вы меня продержали. Я раскаялся. Не вы меня дожали. Но я отдаю 50 миллиардов старикам, бедным, чтобы в школах, учителям добавить это. Я жду этого момента. Может быть, действительно, и Господь коснется сердца этих олегов. Они малые ростом. Малые ростом духовно. Сегодня такое поучение было. Но для нас главное теперь, мы залезли и увидели, с этой смоковницы приближается Великий пост. А дальше, это подготовка к посту. Все, первая неделя включилась. Дальше пойдет блудного сына, там, все по порядку пойдет. И, наконец, о страшном суде. Не забывайте, сегодня нам дали сигнал с этой смоковницей. И далеко увидели. Пост. Называется апостольский. Хотя его в апостольской времена и не было. У меня в разнос идут вопросы. Я хочу очень, чтобы вы все имели бумагу и карандаш, как на занятия стали приходить. Я вижу, ни у кого нет. У меня карманы вот набиты бумажками, пять карандашей. Я все время записываю, всю неделю записываю. Еще здесь сижу, еще три вопроса записал. И во время службу запишу. Вот, которых я видел по западному образцу. У всех, абсолютно у всех, даже у маленьких, ну, как католики, понаписанную. И служба идет, видимо, по-латынски. А проповедь просто прочитал их священник, православный, в Чикаго. Ну, я его поставил, прям зайдете, слово православие, там посмотрите. Меня тревожит уже, как мы поедем, если мы поедем. И чего у нас не хватает. Не хватает у нас переводчиков. Хотя у нас тут спрашивали. Переводчика, владеющего хотя бы двумя-тремя языками, кроме русского. Но можно иметь хороший разговорник. Нам что разговаривать? Я попрошу всех, представьте, что вы поехали. Нам нужна библиотека. Нужны где собрания русских людей. Как выехать, где достать хлеба, где воды, где там туалет, что-то спросить. Это разговорники нужно составить. Я не вижу Валеру Сокольского. Чтобы потом пойти где-то там, чтобы нам перевели отдельно. Немецком, английском, французском, испанском. Хотя бы на четыре языка. Я подошел к полицейскому и показал, прочитал. Ну, а там друг покажет, где. Все. Налево, направо, там я ему дам бумагу с собой, чтобы начинуть. Как выехать из города? Из такого, как Париж. Или из Лондона. Когда это больше Москвы. Ну и как ты выйдешь? То есть составить разговорник, что в него включить? Вот вы выйдете и забудете, если не запишете, чтобы вы записывали, о чем идет речь. А Закхея сегодня шла, о маленьком росте. И я вам дал данные, которые не все знали. Наполеон был маленьким ростом. И какие дела натворили. Так что не смотри на рост. Какой бы ты ни был, тебе Бог обильно благословит, ты духовно будешь возрастать. Я вот ежедневно молю, в молитве говорю, Господи, благослови всех, кто заботился о моем духовном росте. Вы слушали проповедь Иоанна Златоуста? Я его начитывал, конспектировал, и никак не могу понять, почему никто Таиан Златоуста о рождении свыше не говорит. Практически не говорит. Учитель покаяния. Почему сегодня нигде вообще не говорят? Я ни одного слова на эту тему аптриарха не слышал. От епископов не слышал. Это главный вопрос, первый. Ну не родился вообще ничего нет. Первый-то родиться сначала надо. А потом учить надо. Учить как по Слову Божию урок Христа, как Мария избрала благую часть. Об этом речи-то нет. Ну а дальше слышать, внимательно слушать, что скажет Дух Божий. Вот три момента, которые упущены, и поэтому неправильный вход у нас в церковь. Неправильный. Вот церковь может быть сознательной. Через принятие Христа в свою жизнь. Жизнь во Христе. И твердое убеждение должно быть, без церкви не спастись. У меня своя трактовка, что такое церковь. Иногда говорят, что где двое или трое собрались, там церковь. Двое или трое выпивают на вокзале. Где собраны Духом Святым, и где есть законно рукоположенное священство. Без этого церкви нет. А вот это, о священстве, все давно не протестанты, не секанты, никто ничего не знает и не говорят, как ересь. Они вообще исключили вопрос, что значит ересь, это грубость, как я могу сказать. А у другого перехлёстывает, с любым старым врядцем поговорит, ты еретик, переходи к нам, всё. У него наоборот, нужно избрать золотую середину. Ересь есть, и как в неё не впасть? И что к ней относится? Еретиком объявлять кого-то? Может только на основании решений соборных каких-то, это не так самостоятельно я. Патриарх, Кирилл еретик. Еретик, а почему? А он с папой был, папе подошёл, руку поцеловал. Вот это да. Да где ж это нашёл? Он папа-то что? А папа еретик. Его не объявили ещё еретиком-то? А еретическое у нас есть. Подряд прям, накажем, элементы ереси сказать. И я просто могу реестр выставить, что у нас не сходится. Не сходится с тем, что повелённо прямо по Слову Божию. Но мы, однако, это делаем. Бывает не еретическое, безразличное, но вопреки Слову Божию. И у нас это прямо процветает. Но оно по канонам, как будто утверждённое, и я по этому исполняю, я сам в этом участник. Как говорится, не смертельно. Значит, мне нужно, чтобы помогли составить вот этот разговорник, который потом мы отдадим, его продвинутый, был бы перевод. Второе. Везде дублёры есть. Вот космонавта везут, сегодня и Гагарин летит. Вместе с ним по полной программе, урок в урок, шаг в шаг, был Герман Китов. Подвезли. Тот сел, этот рядом. Сейчас одно мгновение, сердце схватило, или что-то сразу другое. У Терешкова, там у всех всегда дублёры есть. Глава государства сейчас погибает, и сегодня на его место сразу другой дублёр. Рядом есть. Там спикеры разные, палаты, они решат по-своему. В каждой стране по-своему. Мы едем, и у нас нет дублёра. Я спрашивал, кто хотел бы, обязательно шофёр чтобы был, кто хотел бы быть дублёром у нас. Подготовить всё у себя, чтобы если один из нас заболеет, сел за машину и поехал. Выезжаем мы в начале июня, или в конце даже мая, как Виктор закончит школу. Сейчас я не знаю, не могу сказать. Но и пока всё не сделаем. К первому сентября, чтобы мы были дома. Ну, патриоты. Никого нет. Там почему закрыто, непонятно. Посмотри, может быть, открыто можно. Всё-таки услышали. Так, Игорь. Одно время ты не против был. Я не говорю, что ты поедешь. Но у нас должен быть дублёр. Это неправильно, что мы ещё не выехали, и у нас подмены никакой нет. Когда дорога у нас случилась несчастье, чуть ли мы не погибли, случилась недалеко. Там 55 километров от Барнаулы. И брат Сергея, что-то с ним случилось, и машина пошла в разнос. То есть потеряли управление, он потерял сознание. Или заснул, или что. В это время позвонили, Игорь приехал как дублёр, он сел за машину, дальше повёз. И мы не остановились, выполнили то, что было положено. Нам это нужно. И как? Я не отказываюсь. Поэтому нужно получить паспорт заграничный, и выправить визу, визу, паспорт на 10 лет. Не отказывайся, надо не отстать. У нас вот-вот будут паспорта уже. Но мне сказали, я не знаю, правильно или нет, что паспорта в том виде, как они будут, вот так, чтобы взять в руки, они изготавливаются в Москве. Неужели это так? Да. Что мы издали документы, это отправляет данные туда, и из Москвы пришлют вот это в бумажном варианте паспорта, и мы получаем. Мне трудно поверить в это, но знающие говорят, что так именно. Так это сколько открыто пунктов, где выдают, даже в Алтайском крае, больше 20 уже сегодня. Это везде идет почта с паспортами. Ну что? Даже полюса страховые изготавливаются в Москве, а про паспорта и говорить нечего, они изготавливались и раньше, только в Москве. Ну мне это не нежно, просто удивительно очень. Это какая же почта идет на всю страну, на районы. И притом это все время. Поэтому долго. Это курьерское. Дело-то не в долго, а так много. Это же страна-то. Вы знаете поградия, которые сейчас? Не за такой... В общем, все сейчас. Паспортаж, у нас, что вы не знаете, что вы не узнаете. Ну, в общем, разузнают потом. Мое удивление, как-то приедете. Теперь. Так, умеете быстро сразу выключить разговоры. У нас, мы говорили в прошлый раз, чтобы посещали друг друга и вели занятия. Уже, кажется, недели две, наверное, занятия у нас идут. Я не знал, открыли второй филиал у Галины Кубайкиной. И у нее в три раза больше, чем у братьев. И мне даже не сказали ничего. Я говорю, что мы занимались, может быть, лет 20 до этого, тогда еще, до перестройки. Но у нас ни разу не было, чтобы мы собирались одновременно в разных местах. занятия были в разных местах, но мы все собирались в одно место. И я предлагаю, чтобы Галина Ивановна пригласила к себе братьев и приняла их, и чтобы занимались вместе. У вас достаточно для того, чтобы и помещаться, и все. Давай. Игнатий Тихонович, а у меня предложение, чтобы собирались по районам города, и чтобы не ездили куда-то в одну точку, в одну точку мы можем собраться. Потому что, когда маленькие группы, лучше идет беседа, и лучше, ну, как бы, мы глубже проникаем, мы не идем как-то вот такими скачками. И более, небольшими группами надо. Так, теперь поясняю. Когда достигнет, предела 10. Ну, если 2, 2, 2, где-то, нет. У нас 5 человек. 5, так вот и 2-х-то и примите, и будет 7. Когда 10 будет, как у нас Тульман, тогда стройте новую мечеть. Потому что в дверь не вместе. Представьте, предел занятий, группы не меньше 10 человек. Желательно так. Когда вы есть. Да и ни одного брата у вас нет. Тоже нежелательно. Хотя бы один брат должен быть. Игорь. Игорь у нас ведет. А, ну ладно. Игорь ведет же. Ну, я только предлагаю. Вы сами смотрите. Я братьям сказал, договоритесь и попроситесь. А некоторые приходят, если поздно, постарайтесь там и ночевать. А утром приедете. Чтоб ночью не искушались. Так. Я назову сейчас человека одного по имени. По фамилии. Кто его знает? Поднимите руку. Звать его Беар. А фамилия Грилс. Кто-нибудь знает? Нет. Вот видите, то, что вы в интернете не бываете. Выпускаются, продаются диски. Выжить любым путем. Это он. Это человек из спецназа. И он, его забрасывает, ну, конечно, группа тех, кто снимает его. Везде в джунгли, в Амазонке, в пустыню, в ледники. Он знает, как выжить. Он показывает, воздействует, корабль прибило. Ну, 47 человек было. И показывает, трупы, скелеты, все погибли. Он из этого места движется, головного вырвания нет. И тут корабли, застрявшие, погибшие, он отрывает, какие-то провода, берет, сгодится. И дальше он идет. Одна пустыня, пустыня, жара. Жара страшная. И он показывает, посмотрите, следы здесь есть. Там змея, змея голову отрубает, голову сразу надо зарывать. Шкуру с нее сдирает, в эту, мешочек помочился, поднимает и пьет. Главное, воду сохранить. А это ни с какого значения не имеет-то. Нашел кал этих, слонов, он поднимает, выжимает и пьет, какая там влага есть. Он остается живой один. И на дальше он опять одет, и какой надо. И мало того бросает, когда он еще у него католик, и перекрестился. Когда ему трудно было, он достает, там, жена, двое ребятишек у него. Трудно было, страшно трудно. Я удивляюсь, какие есть люди на земле. Какой он хороший. Как многому он научает. Ну, найдите. Это выставлено у меня на нашем форуме. Зайдите. Прямо на первой странице. И вот сейчас у него появился материал. Я даже не ожидал, его материал, еще раз посмотрел. И хочу сказать, он у меня вышел на это, допустим, в этом году на первое место. И называется так. Его, с его участием, он там почти главный, побег в легион. Документально. Кто слышал о иностранных легионерах во Франции? Может сказать, кто они такие? Где они есть? Когда образованы? Как? Так что? Ну, сегодня они утратили свою как бы значимость. И что делает он? Он набирает людей, конечно, согласование их. Группа. Ну, набрал 12 человек. Один законченный наркоман, другой предприниматель. Так, Василия, разбуди его сюда. Выйди сюда на ту сторону. Я тебе говорю, не садись туда. Выйди. Ты намертво спишь. Не надо это делать. Не надо. Не вкушайся, больше туда не заходи. Его даже разбудить нельзя. Такое состояние у человека. Не надо ссылаться на какие-то работы. За один час ничего не будет. Он набирает людей, предприниматель. Им говорят, что на один месяц обучения, но абсолютное, полное, беспрекословное подчинение. И когда я посмотрел, первое, что, кто у нас в армии не служил, я бы просто просил, накопите денег и попроситесь к ним. На один месяц. Игорь, в первую очередь я тебя вспомнил. Второго вспомнил Сергея. Вот кто в армии не был. Потом вспомнил Вадима. Вон там Андрей сидит. В армии, видимо, не был. Кто в армии не был, повторяю. Я нашел столько у них там мудрости. Вот когда заходят, только, ну, доехали на автобусе. Ни к чему они не принуждают. Все добровольно. Видимо, платят заранее какие деньги. Деньги, видать, немалые, потому что многие ими будут заниматься. Но это единственный шанс. Лозунг, чтобы ты познал, кто ты есть. Ты такой, какой есть. Хочешь быть? Все говорят, нет, для этого мы и поехали. Чтобы быть другими. Но другими вас никто не мог сделать. Тебе сколько лет? 25, другой 35. Ты не мог стать другим. Мальчишка 18 лет. Не мог. А вот здесь ты станешь другим. Но месяц ты должен ходить послушание. И вот только автобус остановился, они вышли, сразу мешки долой. Так, подставляйте голову. Сразу всех на голову обрели. Дальше падай вниз, пали на руки. Все. Вы, один говорит по-испански, другой, там неизвестно на каком языке, там русский. Все только по-французски. А кто не понимает, помаленьку будете подучиваться. И вот какой у них стиль работы, как они встают. Ну, не настолько это близко, ну, я бы, если бы раньше было, поехал. И с ними вот этот самый Биар Грилс, он набрал эту группу. И вот как только заводят, казарма большая, все открыто, все открыто. И висит колокол. Вот в этот колокол, кто думает уезжать домой, ударьте в этот колокол. Сразу начальник здесь и тебя спрашивает, ты твердо решил уехать? Не выдержал. Да, не выдержал. Но порядок такой. Сразу тебя заключают в камеру на 24 часа. В одиночку. Чтобы ты в одиночке 24 часа теперь подумал, серьезно твое решение уехать или нет. Ну, настолько мне это близко. И вот они начинают, у них задача одна, вышибить негодных, никого не удерживают. А этот Гринс-то он привел, привез их, он уговаривает, ну что, не выдержал, а что не выдержал-то? Ты понимаешь, это не все, самое главное, ты еще впереди. А какой ты приедешь, каким тебя увидят? А начальник, который стар, они побуждают, что, ну, ты, может быть, боишься в колокол ударить, давай я за тебя ударю. Ну, на 24 часа на машину и домой. Старается выжить. Слабо, это балласт. И я подумал, это у нас. Мы-то так не обращаемся, у нас и нежности хватает, и все. Ну, человека то не затащишь на собрание, то еще где-то. Он мучается, что же мучается-то? И здесь надо ударить колокол. И вот один по-другому отсеивается, и наконец остается четыре человека. И они говорят, бывает так, из ста человек остается только десять. Только десять. Но это именно те, которые получают знак легионера и форму легионера. Но открыто носить ее не будут, а для себя. Учат стрелять, учат ползать, заботиться друг о друге, бежать. Ну, бежать, допустим, первый кросс, они сразу 20 километров. Где-то отстает. Буговария бежать. Главное, что ты должен выдержать это все, выдержать. Бывает непослушание, до драки доходит. Все поставить на место. И которые работают с ними, у них опыт непревзойденный. Это педагоги на высочайшего класса. Они по глазам смотрят, как он ведет, как губу поджал, недовольство какое выразил. Что есть. И при том, все отвечают за одного. Один где-то что-то сделал не так, все, все лишаются. И сразу среди, два часа ночи, уже опять в поход. И все знают, что за него. А ему полный рюкзак, теперь камней, он несет. Или все так. Посмотреть советую. Это опытнейший человек. Ему вот этот грилс, он и в море, и везде. Я, может быть, ослышался, ему звание адмирал присвоили. Ему звание адмирал присвоили, когда он там где-то переплывал что-то. Ну, видимо, адмирал без войска. Побег, просто зарядите, зарядите побег в легион. Легион это название того места, где они, это крепость, где они там находятся. И нам старухам как раз и посмотреть. Вы слышали о падении метеорита в Челябинске? Да. Сейчас много говорят, я тоже выстоял у себя, и показывает кратер, который остался. Сегодня выставили съемка в натуре оттуда, как пылает все, и какой он глубины. А там всего маленький метеорит. И сразу, кто когда предсказывал, что это будет, там где выбитые стекла, люди порезаны, стены в крови от порезов, и прочее. Это предупреждение. И сразу стали вспоминать пророчества. Ну, тебе трудно искать, зайди на наш форум. Там есть о природе. Говорится в первой строке буквально. Я говорю о маленьких делах иногда. Но знаете, и мы маленькими, мне хочется увидеть больше. Потому что из маленького строится все. Вот это побег в легион, они там говорят, самое маленькое. Кто открыл форточку? Или кто тумбочку не закрыл? Все лишаются права на то-то без обеда. День. В поход. Их сразу научили все закрывать, все прибирать. А у меня в лагере вот эта система есть. У него нет платочка. Но у меня маленькая, платочка всего нет. Или одежда, где-то выводится. Все, два пункта. У них буквально за всем. Заслуженный уходит там полковник. И как пробежать вот это не могли. Я бы сейчас, мне там сколько там, 60 лет, я бы еще пробежал это все. Какие это хорошие люди. Если коснулось, кого я сказал, назвал по фамилиям, вы обязательно зайдите туда, хотя бы мысленно пройдите этот путь. И там четыре, кажется, всего ролика по этой теме. Иногда говорят вот об ересе. Надо знать, что такое ересь. Не пользуется зря этим словом. И не упустить его, чтобы самому в это не впасть. А как реагировать, когда обвиняют тебя в ересе? Тебя столько не обвиняют, сколько меня. И не день, не два, а 50 лет. И это от Господа. Господь желает, чтобы мы были лучше. Никаких обвинений. Господь на суде Божьем, если они несправедливы, Он не поставит. Это любящая есница Божия дает нам все эти перечисления. Апостолы пришли о них, как эти всесветные возмутители. Всесветные возмутители. На Христа. Силой князя Бесовского Вильзиула. Представь себе. Это вообще даже не выскажешь. На меня это все говорили. Я заканчивал курсы гибнотизеров. И все это на занятиях говорили. Для того, чтобы подавление личности, воли, деструктивности. Слова-то есть, доказательств никаких нет. Это все уже пройдено было. Поэтому нужно научиться различать на молитве. Просить у Бога, Господи, а что такое ересь? А не впал ли я в нее? Нас обзывают или называют протестанты. Да, у нас есть то, что хорошее у протестантов. У нас есть. Возьмите вот такие надписи. Я думаю, не в каждом храме или где занимаются в семинаре, это найдете. Я много сейчас занимаюсь в Ютубе и прочее. И пришел к выводу, самое опасное в государстве нашем, самое неизменяемо страшное, это священство Московской Патриархии. В том виде, как есть. И на этой неделе я еще углубился, еще глубже. Но страшнее их еще есть. В семинарии, где готовят будущих. Как они их портят, какими делают злобными. И они нападают на нас, но не отвечают ни за одно слово. Ни за одно. То есть, если бы это по мусульманским мерам, он сказал бы, идет она мусульманин, он даже минуты одной не жил бы. Но у нас другое. Я терплю и только молюсь, усиливаю молитву. Господи, что нас ждет? Какие кадры они подготавливают? Это кадры должны быть полностью поднять Антихриста. Жить с ним. Ни порядочности, ни честности, ни терпения, ни уважения. Ничего в них нет. Это я в местной семинарии, когда сталкивались с ними. Я епископу местному сказал, это волчатник ваш. Нормальные ребята были, нормальные. Комсомольцы, кто угодно. Как к вам попали, вы что с ними сделали? Вас уголовным судом надо судить. Никто так глубинно не повреждает души, как в семинариях. Притом я это встречался не здесь, только в Москве, в Томске, в разных городах. Я это вам сказал. Твой вывод какой? Поверил ты, не поверил? Включи это. Помолиться о священниках и о семинариях, в которых они готовят новых, худших самих себя. Обходят море и суши и делают сынами гиенна. Они набирают семинарии под разными льготами. Набор-то идет слабенький. Почти никакой. Я поставил одну беседу со Смирновым, беседует Дворкин. Довольно занятно. Ролик очень большой, длинный. Ну, в первых, там, что такое есть православие? Когда они рассуждают где-то. Я мысленно представляю, что я где-то стою, как тень рядом. Оба говорят хорошо, но оба нигде не опираются на Слово Божие. Как будто его и нет. Вот что удивительно. И оба люди-то хорошие сами по себе. Но задача стоит совершенно не христианская. Они нигде не говорят, они перечисляют Дворкина такие данные, я даже не имею. Самая сильная секта у нас в стране оказывается даже не еговиста, а он называет, какие там еще есть. И, наконец, второе на месте еговисты, третье стоит Таллоиди, и следующее там еще перечисляет. И что главное? Он отвечает на все вопросы. Он книжку одну выпускает, и ему советуют, как назвать книжку, и как он думает, ее назвал Моя Америка. У него двойное гражданство американское, там ему присвоили звание, доктор, о нем много написал Александр Нежный, разнося там пух и прах. Но Моя Америка, не знаю, я думаю, это не дружественные ему советы. И сидят люди, которые хорошие говорят, но другие побеждают его. Во-первых, это что такое Америка? Откуда все ползет? Кто сегодня всемирный жандарм? Кто угнетает всех и попирает все законы омножия? Громит там Ливии, другие устраивают эти революции? И Моя Америка. А в Америке-то не живет и ничего не может сказать. Значит, дворки назвать Александр. Себе все запишите. Хороший человек, профессор. У него приятная наружность. Наружность его прямо-таки пророческая. Как он выглядит из себя. Вот отец Димитрий Смирнов сидит, он всегда развалится, ну как я на коршу, на коршуненок у меня, когда наестся, я говорю, разлепешился по крыше. И вот так-то как гляну, я не хочу сказать о нем, но мысль такая, сразу разлепешился на крест. Он прямо не сидит, и крест все время сваливается. Тоже очень хороший, умный человек. Ну, ну не такой, как сказать там выступает Олег Синяев. Тоже по слову Божию маловато, он очень искренний. Мусульмане, ему прямо задают вопрос, почему ты к нам не переходишь, не мусульманин. Он о мусульманах говорит, 98 процентов. Правильно у них? Может быть. А у нас 98 неправильно. Какие это люди, как они воспитывают детей, почему они против? Вы думаете, им умирать охота, говорит, вот подвязываются, идут, нет, они бьются за то, чтобы не было вот этого. Ни мужеложество, ни наркомания, ни убийства детей, ни вот это, что поп-сцена. Да не в один раз все это закончат. И он все это говорит в храме. Я вот еще убедился, что у нас, если бывает, священнику что сказал, он глянул, и записывать нельзя. А тут так, патриарх говорит, и вдруг появляется сбоку рука у патриарха Кирилла и держит микрофон. Говорит отец Дмитрий Смирнов, гляжу с одной стороны микрофон ему стоит в храме, с другой стороны он ничего этого не видит. Да как бы он получили такие богатые материалы, если бы это все не снималось? О чем я говорю? Везде все снимается, и с самого, кажется, отрицательного, многие люди извлекут полезное. Не быть таким. Не бойтесь, когда идут съемки. Это все нам на пользу. Нам нужно научиться молиться. Я вот посмотрел этот западный опряд, поклона ни одного нету. Как это можно было так сделать? Церковь без поклонов никогда не была. Даже евреи перед стеной стоят вот так, кланяются. Я не говорю, что мусульманах, которые падают, ну тут тоже один раз поклонились. А у православных это вот, ты хочешь, посмотреть как, у афонских монахов, у старообрядцев, посмотри, крестное знамение, два или три перстака, как ты спал, на лоб, на чрево, чрево, где пуп, правая рука и левая. А тут крестится вот так вот. Путин крестится вот так. Патриарх, вот так. Вот сюда рука, как писал Евтюшенко, крестятся только то в нос, то в пах, и все это в попыхах. Они креститься не могут. И посмотрел это западное образец, нам нужно научиться правильно совершать крестное знамение, если мы православные. А дальше делать поклон. Поклон такой, чтобы рука могла достать пол. Или голова, ладони, колени, пол, это земной поклон. Я сейчас спрошу, не скройте от меня, кто по утрам и вечерам волится, хотя бы сто поклонов делает. Сто поклонов, регулярно, без пропуска. Поднимите руки. Можно? Видите как, до конкурса и не подумаешь, поднимает руку. Сейчас. Ты о поклонах говоришь? Да, о поклонах. Ну сейчас я о поклонах сейчас закончил. Я уже перестал спрашивать семикратно в день. Семикратно в день. А мусульмане не спрашивают пятикратный намаз 1300 лет для всех обязательных. Да где мы по сравнению с мусульманами? Отец Дмитрий об этом и говорит. Где? Будущее за ними, он говорит. И мусульманин ближе ко Христу, чем православный. Только не добавляют, что такими вы их попы сделали. Нужно научиться и в самом ничтожном извлекать полезное, чтобы быть как Божье уста. Говори. Я к поклонам как раз хотел Господи Иисусе и Гристе Сыне Божий молитва у нас. И мы поклонились. У нас это происходит на эктиньях. Когда эктинья. Ну то есть, когда есть малая эктинья, а есть сугубая эктинья. То есть, когда мы молимся, молимся и помяни Господи, это все там и подай Господи, и Господи помилуй. И там молитв идет, ну штук 20 молитв. А у нас нету ничего. Опять Господи Иисусе, Иисусе Сыне Божий, помилуй меня один раз. Я думаю, что на этих эктиньях, где короткие эктиньи, их там всего три поклона, пускай останется Господи Иисусе, Иисусе Сыне Божий, помилуй нас. А где сугубо их тинья, хотя бы, пускай тогда чтец, ну там, Господи, в милости буди мне грешны. Я что-то спрашиваю, ты говоришь в храме? Ну да. В храме неприкасаемо. Сразу отменяется. Нет, я имею в виду, в каком храме-то? В храме на нашем так называемом апостольском служении. Да, то у нас неизменяемое, то, что вот то, что есть, да Бог утверждено, ну принято епископом Евтихием. Это опасно, нельзя. Нельзя. То есть, слова правильные, мы не можем. То есть, надо вовремя остановиться. Это не как дома. Ты можешь, вот мы когда молимся, сто поклонов-то. Господи, помилуй нас, а потом Господи, помилуй меня, а дальше слава тебе наш Бог и Его воочию. У нас все время разное. Мы сто раз не повторяем, Господи Иисусе, десять Божьей Матери, десять Ангелов-Хранителей. Это здесь. Дома можно, в храме, как мы молимся, то, что так называем апостольское служение, ни слова, ни буквы не добавлять. Нигде и никак. Я очень прошу. Но мы же добавили сейчас. Что это? Ибо то есть, царство и силы и слава вовеки. Да и не добавили, а там по Слову Божьему. Ну, по Слову Божьему, Господи, помилуй тоже. Что нам? Мы же ничего такого не добавляем. Нет, нет, нет. Мы вернули к тому, что... Просто поклоны добавить. А если безо всего поклоны просто? Я тогда не понял, на чем у нас слова какие-то говорить надо, или что? Или поклоны? Я про поклоны рассказывал. У нас поклонов мало на богослужении, совсем нету. Господи Иисусе, Господи и Сыне Божий, помилуй меня. Всего девять раз. Девять раз. А так вот. Я очень... Ну, я по-то чего? Да правильно говорю, все, но пока ничего не делать без батя. Ну, а я ничего и не... Я просто как бы... Такой даже не совет может быть, пускай продумают. Может быть, кому-то не хватает. Вот мне не хватает поклонов. Знаете, что я отвечу вам? Каждую молитву. Все. Понятно. Говорит... Там говорят некоторые в эфире, даже не кто-то, а писатель Георгиев Черкасский. И он говорит, Владимир, вот против был русского языка и втихий, но как-то Лапкиным удалось его переломить. И он сейчас сам даже переводит. Как это? Вы понимаете, это вообще вещь невиданная. Это не просто замечание. А очень важно. Мы нигде не перешагнули грань дозволенного. Говорят, им полезда, а не по локоть откусят. Это о нас говорили. Они на этом не остановятся. А мы даже и не пытались идти дальше. Мы сказали, считать по-русски только библейское, где оно считается, не поется. А где поется, как псалмы. Или отче наш. Там по-славянски. Церковь по-славянски. И мы ни шагу не сделали дальше этого. Понятно? И вот это смирение, это смирение было. Господь так позволил, что с нами был Ептихий, епископ. Он нигде не нашел даже, я опасался, вот надписи, где там между иконами. Это не храм, трапезная у нас. А где в храме, представьте, висят надписи, и на аналое лежит Библия. Обычно Евангелие лежит. А у нас Библия. Находясь в Библию, я не знаю, спецзаказ сделали в Патриархии для нас Библия. Такая, чтобы, ну, в каком там, я не знаю, переплете так, не в бумажном варианте, а бриллиантовый. Бронзовый или какой, чуть не сказал, бриллиантовый. Вот. И у нас лежит Библия, и епископ не возражал. Представьте себе, что я щтец, и в храме при епископе говорю проповеди. Вы найдите еще хотя бы один храм, где это есть, чтобы я узнал, сколько щасов. Это епископ сделал специально. Поэтому он сейчас, как говорится, на покое, я правильно говорю, является настоятелем Богоевелинского собора, тоже правильно будет. Вот. Он с нами всегда. До его смертного часа и после смерти всегда за него молились. Молитесь. Я думаю, с другим епископом, ну, Бог силен сделал был, могло так не получиться. Хотя, видите, он был и не согласен в начале. А потом, когда ему дал вот это, так называемое, апостольское служение, он все проверил, а что тут такого? Я говорю, так вот мы вот составили, это, видите, Савченко составил. Он говорит, а тут ничего такого нет, без священника так. Ну, никакого он не давал распоряжения, но вот эти слова, я считаю, за одобрение. Достаточно, что ничего особенного и нет. Молились и молитесь. И когда они возвращались из Америки, ну, как мне передали, там один из священников, может быть, в самолете или где-то, Савченко, как кажется, Николай, и он говорит, ну, вот у вас нет там отец Акима, как теперь там, служба-то идет. И будто бы Евтихий сказал, у отца Акима там все идет как надо. Это тоже что-то значило. В такой период сказать, и знаю, что это просто надо ощущать, потому что я слишком многое туда вложил. И когда на нас были где-то нападки, то я просто напоминаю, вызывая в вас память от нашего епископа Евтихии, то он говорил такие слова, которые я от него даже не ожидал. Вы знаете, когда было назначено встреча в нашей епархии с епархиальным священством, и два епископа были там, и, ну, получилось так, что они запротестовали против съемки, хотя договорились с ними, и утром еще созвонились в епархии, договорились, а там отменили в одностороннем порядке в течение, пока мы к ним ехали, не отменили. Ну, я встал и ушел. Этого не ожидал местный епископ Максим и спросил, да что он, он ушел, ну, знаете, что? А Евтихий сказал, он уже не придет, он на это не пойдет. И поэтому следующая встреча была при полной свободе, они сюда пришли к нам с аппаратурой, уже сами снимали, и у них мы снимали, видите как. Поэтому Евтихий сказал еще такие слова, их они не записаны, рукой записаны были. Когда он услышал, как на меня, на книге обвинения, он сказал, вы его не обвините, книги его, обвинения верить, и нет. Это я поместил в интернете даже. Там все на слове Божьем. Его слово здесь сыграло, считаю я, очень большую роль. Нападения с местной епархии просто прекратились. Они называли там и служителей, и дьявол, и чего-то у них не было. Сразу все стерли и убрали. В этом плане осталась только кемеровская епархия. Они отдали семинаристам и сказали, напишите против, а это семинаристы. Я ожидал многое, но такого не ожидал. Даже я, привыкший всяким злохулением, богохульством, я не ожидал этого. Это что-то сверх и запредельное. То есть они заходят, из моих книг берут, что-то, допустим, был Николай Николаевич Судников, он берет, а дальше ругательства. Какие только из него вылазят. И наши ролики берут и туда вставят и дальше опять берут что-то отсюда. Дальше этот говорил-то в выдержанных тонах Судников-то, а они дальше подставляют свои слова. Люди бессмертные. Я подумал даже написать к ним в епархию, но их не пробьешь. Кемеровская епархия. Надо будет узнать, кто у них там, какой аристарх и епископ. Ну, это легко узнать. И помолиться о нем, чтобы он занялся своей вот этой семинарии, какие они есть. Мне, мне это, как человеку неприятно. Но я встал на молитву и сказал, Господи, целую руку Твою, что Ты позволяешь претерпеть здесь, это Твоя воля, чтобы жало в плоть было дано от сатаны. Это хуление, это награда. И я каждый день благодарю Бога за Кемеровскую епархию, что такую скверну они говорят, безбожию. Ни одного слова они не то что не слышали, а он просто сам по себе человек наматывает и считал, он даже про это не считал нигде, нигде. Я садист, педофил. Ну что он слышал, какие слова, а он все туда лепит. И они это все, видимо, утверждают и все это туда идет. Ну там, разбойник, что угодно. Он берет просто слова, которые в обиходе есть. И это на пользу. Это благодарение Богу, что любящие не сниться, Божие допускают. Тут Бог его остановит по зубам его. Бог допускает. Это тот уровень, на котором я должен это претерпеть. Что-то будет дальше. Но дальше это не пошло. Гляжу, ни одна епархия нигде больше нигде не входит. Они собрали книги, где-то, видимо, кто-то сдал, сфотографировали. А дальше там продажные, там и шпионы, там что. Даже нет того, то есть кверли, которого бы он ни придумал, ни сказал. Но все это на меня, на одного. Так что мне нужна помощь молитвенная, чтобы их Господь вразумил, пробудил их совесть. Потому что там ни о совести, ни о чем речи никакой нет. Если бы он знал, что его епархия не одобряет, он бы ни одного слова не написал. Он знает, что требуется. Как было раньше, враги народа, предать смерти, собакам собачья смерть. И у него все это там он откуда-то цеплял. Вот так. Слово одно сегодня я услышал, любить горячо. Кто хотел бы сказать на эту тему? Любить горячо. Я поставил один рисунок такой. Очень интересный. Не рисунок, а фотография. Пасхальный. Первый день. И мы отмолились, вышли. И там перила на этом, окрылся. Я вот так облокотился, а Надежда Васильевна подходит ко мне. Где она? Наверное, готовит там. Вот. И она христосуется. Меня за голову взяла, притянула и целует. И сразу женщина там, а жена ваша ревновать не будет, слишком уж жаркий поцелуй. Я говорю, это тот классический, единственный случай, когда жена не приревновала к собственной тени. И все завулыбались и остались. Довольны. Слово горячо означает не холодно. Вот когда на молитве человек или здесь, он то спит, то глаза. Вы во время службы голову не опускайте, только чуть склоните голову. Не закрывайте глаза. Мы непривычны к этому. И во время, особенно проповеди, гляжу некоторые, вот так вот сяду, четыре двумя руками, гляжу только уши заткнутые или нет. Будьте внимательны. Горячая любовь к Богу должна быть. Написано пламенная любовь. Должна она быть. Если этого нет, это и не любовь никакая. Это не любовь, это привычка, рутина, как угодно можно назвать. Горячо значит ревновать. Павел говорит, пылает. И кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Воспламенялся, это как взрыв какой. Ну, воспламенилась горючая, воспламенился, там материал лежал какой-то. А человек соблазняется, он неправильно понимает, он готов уйти куда-то. И Павел за него воспламенялся. Это горячо или нет воспламенения? Ты можешь сказать, что когда-то ты за кого-то воспламенялся, за родных, которые не знают Бога, как должно, за близких твоих, или попустил, как идет, так и пускай идет. Горячо. Ты сознавай, что будет впереди жаркий-жаркий пламень и огня, и люди, не познавшие Христа, попадут туда и навеки. Я вам рассказывал случай, напомню, про Ярла Пести. Он в проповеди сказал про одного верующего, брата, он выходил, утром гулял, ну, видимо, про протестантов говорит. И там небольшой, как, лужайка такая, и дедушка один выводил корову туда. Ну, старый человек, он ее пасет. И они с ним разговаривались. И дедушка этот, до того отзывчивый был, ну, прям слушался вниманием, у них контакт хороший был. И этот проповедник тогда решил, все, больше я все подготовил, завтра я ему прямо скажу, приви Христа, поверь, иначе ты останешься. Утром пришел, ни корова, ни его нет, он постоял, никого нет где-то. Люди проходят, спросил, а вот дедушка поосвязать, ну, да он, говорит, вот здесь живет. А почему его нет? Так он умер, говорит, вчера вечером. И вот, я не знаю, кому как, но для меня это настолько было, я сам плакал, когда это услышал. Этот проповедник целый день ходил на этом лугу, вздыхал и плакал. Как я опоздал? Уже никогда это не вернуть, что же я сделал? Это нельзя возвратить никогда. Сегодня ныне Богу принадлежит, завтра, это дьявол говорит, завтра. И вот это самое мощное оружие сатаны, завтра. Вот о чем я говорил, постарайтесь узнать, кто может выполнить одну мою просьбу сейчас, в течение недели, созвониться, или сходить в контейнерную базу, и узнать, сколько стоит трехтонный контейнер. И как его загружать, чтобы нам загружать здесь, я скажу, загружать здесь, за погрузкой будет идти примерно два часа, ну, на какое время, мы потом договоримся, сколько это будет стоить. Скажут, а куда везти Ростовская область, город Ростов. Город Ростов. Сходишь? Я думаю, что можно было сходить двум независимым даже, с кем-то поговорить. Можно сказать, позвонить. Не созвониться только, надо прямо вплотную подойти, да? Это все в компьютере есть, грузоперевозки, контейнерные, все в компьютере. Не нашел. Я вот искал где-то что-то, похоже есть, вот допустим, пускают ли нас с таким грузом книжным. Этого нет. Меня свозили в специальную визовую службу, и они там нигде, всеми отделами не могли найти. Такого никогда не было. Мы делаем дело, которое никто не делал. Представьте, везет книги, автор, и везет на все страны Европы, и везет бесплатно, и пропустят не через границу. То есть, не продажи, у меня документы будут подготовить, что бесплатно это все делается. У них нет такого. Дорогая, не все у них там есть, не все. Я звонила, вот эта служба контейнерных перевозок, я туда звонила, справочная. Едва дозвонилась. Мне сказали, что все есть в компьютере. Это они ответили так. Скажи, они ответили, но есть или нет, ты не знаешь. И когда ты узнаешь, что там этого нет, нам нужно точно на город Ростова. Да легче сходить. Дальше. Смотри, теперь спросят, какой груз. Спросите, груз это объем, только контейнер, или груз, нет, нет. Говорят, что разницы нет, какой груз, хоть железом загружай, правильно? Нет. Поэтому, как сделать так, чтобы если откроют, не выпали? Видимо, надо тут досками как-то сделать, загородить. Ну, надо обдумать. Их перевязывать, чтобы книги не развалились, веревочками перевязывать. У кого книги на дому хранятся? Еще раз, поднимите руки. Так, все, я потом скажу, у кого, какие надо привезти книги. У кого Новый Завет, и для Слова Божия нету, все не поднимайте руки. Кроме Нового Завета, и для Слова Божия нету, то есть у кого? У кого? Двое. Значит, ко мне подойдете, скажете, мы начнем скоро подтягивать и складывать. Сколько будет? В прошлом году мы посетили 240 городов и сел. Нынче, так как такой дальний путь, и там будут у нас задержки, я беру в два раза меньше, 120. 120. То есть будет больше остановок. Если есть там русская диаспора, мы постараемся пробиться, собрать людей в каждой стране и выступить перед ними. Здесь мы проезжали район, и сейчас выставляют много в гугле. Кому мы давали, они друг перед другом хвалятся, к нам приезжал, подарил, и они перечисляют. Меня иногда спрашивают, ну, кому давали, чтобы знали, я в тайне, боюсь еще. А они сами выставили все районы, кому дали. Но, наверное, и другие их давали. Видать, между собой они дрожат, и другому позвонили. Перечисляют там районов 7. Вопрос. А вы уже маршрут какой-то приблизительный составили? Маршрут? Да. Я к тому, что, может быть, уже теперь каким-то образом попытаться выяснить вопрос о наличии этой русской диаспоры там в тех местах, где вы будете, где вы на Матике. Ты говоришь только о стране или за рубежом? За рубежом, конечно. Пока неизвестно. Я здесь уже два раза делали, и карты мне не нравятся. Сережа купил, я просил тебя обменять и сделать такое, как это, по районам. Нам нужна страна, дороги, а там мелкие деревни, и там не поймешь, где ехать, столько много дорог. Нам они не нужны. Нам карта нужна упрощенная. Ну, как здесь, по районам ехали, дорога, район, дорога, район другого цвета. Государство, проехать как через него, столичные, главные города, и все. А там мелкие, даже, ну, хороший, хороший каталог, ты купил, но невозможно им пользоваться. Не специалист, не поймешь, где главная дорога, где-то растепенная, какая столица, все в одно сгружено. Как у Дюрера, у Гвистава Даре, у него перспектива там, а у других нету, фигуру на фигуру ничего нельзя смотреть. Что хотела? Игнать Игнатьевич, так это у них такие дороги все, они у них все главные. Нам нужно именно на главного города. Зачем? Ну, да Кайна там и есть тоже. Я смотрел у Сережи, у них не как у нас, это у нас федеральная. Ну, попробуй дополнительно достать карту. У них везде покрытие асфальта, у них грунта нет. Я не это понял, я это знаю, но нам нужно все-таки абсолютно главная дорога от столицы к столице. Пока этого не будет, шофер будет, нам трудно спрашивать. Нам нужно, необходимо, как вот старый, который покупал у меня Севастополь. Вот там очень хорошо. Именно главная трасса, как ведет. У нас одна главная. Ну вот вы предусматриваете это, что вот вы будете спрашивать, вам там переведут определенные фразы, которыми вы будете спрашивать. И вы эти фразы им будете показывать, и вам будут... А как вы-то их будете слушать? Вы им фразу покажете, вам переведет. Он нам покажет, покажет, нам достаточно как глухонек. Пальцем, пальцем покажет. Писать он не будет, а может просто покажет, где скажет, куда проехать, там куда проехать. Даже мы с тобой спросим. Нам не надо даже... Поэтому говорить переводчику нужно. Ну без знания языка... Да брат же был за границей. Давайте говорите по порядку, когда разрешат в курсе. Вот послушайте, вот у меня в прошлом году сын с внуком ездили в Прибалтику, в Латвию. Вот прежде чем... Вот самое простое получить паспорт. Но дальше надо будет оформлять визу. Первым делом запрашиваются. В банке дают, если работающие, какую-то там декларацию или анкету, где должна быть наличие денег на проживание именно в этой стране. И вот зарплата у нас, вот здесь вот в БРИК они ездили, должна быть не менее чем 25 тысяч. Иначе... Это во-первых. Во-вторых, сразу же при оформлении визы надо, если у вас есть вызывающая страна, должна быть бумага, которая обеспечит вам там проживание, место. А если не, значит у вас, вы должны сразу же заказывать гостиницу. На сколько дней вы будете там жить и проживание. На улице там, никак у нас, под кустом не будете жить. Не пустят. Это во-первых. Во-вторых, в каждой стране, в каждом государстве, но он потому что все это уже изучил, и он мне рассказал, в каждой стране, в каждом государстве там свои условия. И вот вы сейчас, вот вы со своими книгами, куда вас, вас не выпустят на наши таможни. Потому что надо, чтобы там была принимающая страна, которой вот эти деньги вы везете, а они их возьмут. А по счастям. Это все обговорено, ждут только адресы данной. приглашают, и не просто в частном порядке, а через библиотеки. И мы жить не собираемся, мы только проезжаем. Это все будет сказывать декларацию. Ну я не знаю, как я вам просто говорю, как... Гостиниц не будет. Мы проезжаем, и все. Вот. Там, конечно, дело в том, потом вот вы приехали, вот скажем, в какую-нибудь страну, вот потом в следующую страну будете там оформлять визу. Там совершенно... Это шенгенская зона. По шенгенскому. Конечно. Да. Ну вот вы поехали в соглашение по шенгенскому государству, поехали вы, скажем, через Польшу, проехали и обратно в эту же дорогу до Библиотеки. Нет, не эта. Мы вернемся на той станции и можем прийти. Мы заранее покажем маршрут. Ну я не знаю. Нет. Я уже больше здесь узнал. Ну давай. Что для этого, для того, чтобы туда поехать, не моя зарплата нужна, а зарплата тех, кто меня приглашает. И они мне ответили, троих мы принять не можем, у меня племянница там. И она говорит, давайте, мы уже договорились, и они меня принимают. Валентина, вот Тамара умирала, которая сестра, мы нужны в одно государство. В одно государство, а дальше, меня сейчас уже ждут из Греции. Сегодня я сделал заказ на Англию и на Португалию. Приглашение от частного порядка, приглашение от библиотек. Как они сумеют это сделать? Но с места не сдвигается, пока не будут паспорты. Паспорт будет, я приглашу Игоря Третьякова, он придет ко мне, сфотографирует, и я это все выставлю, им представлю все. Нам нужно получить паспорта, а за ними все остальное. У нас еще время есть, не подпираясь, совершенно нормально. А вот насчет ночевки, это, конечно, вопрос. Мы на месте все узнаем. В гостиницу мы не будем, мы можем договориться где-то заехать, вплоть до частного порядка. Договориться во дворе остановиться, ночевать и поехать. Мы верующих найдем. Будем узнавать, где есть люди верующих, нам только переночевать, не заходя в дом. Там мы заправимся водой и всем остальным. Мы было такое, проезжали через Бурятию. Там нас никто не ждал. И заехали мы, я не знаю сколько, ну не меньше, шесть раз. И нигде не можем, воды нет. Оказывается, это район, который не подключен к воде. И на него мы попали. Но все равно нашлась душа, которая вышла, с радостью пошла к колодцу, и мы щерпали, и загрузились под завязку. Бог испытывает, и Он же дает. Обстановка разная. Мы думали, где привязывать собаку. Нашли место, где, чтобы если на нас кто-то наедет. Но вот попали в уссурийский край. И собака ночевала только внутри, потому что для тигра это лакомая закуска. Он мне даже ошейника не оставит. И Он все время спал со мной, пока не доехали до Забайкалья. Внутри. Вот и все. То есть по обстановке мы уже посмотрим, где внутри, где выйти на улицу. С нами сегодня Господь. И мы верим, что Господь как-то это дело устроит. Но маленько накапливается опыт. Сережа, с твоей собакой поставили чип. У нас одна все-таки душа защипировала. Она уже чип получила. Вот я пущу. Смотрите, кому надо чип какой. Пущу по рядам. Но покажи все. Его вставляйте, нахлопаток. Не надо, потеряем. Вот так вот. Что, боитесь испорнить? Посмотрите. Когоридорисово не взял, где вы решили. Нет. Этот чип мне дали на память. Это не его чип. Чип вставляется под кожу. Первая попытка была неудачной. И он, собака дернулась, и он выпал. Она говорит, ой, сейчас я вторую поставлю. Я говорю, это можно на память. Стоит 530 рублей такая услуга. Она для нее как будто, у нее таких этих, они как ножницы, такие шприцы, иголка вот такая толстая. И она раз под кожу вставляется. Потом машинка такая у нее. Вот смотрите. Она пикнула. Там номер высветился. Потом дала штрих-код. Штрих-код наклеивается на паспорт. И в паспорте должен этот штрих-код совпадать с этим. И там уже... И это во всемирной сети данные. Я оформил на Игната Тихоныча его. Телефон. Все, что еще там. Как урагана паспорт тоже есть. Собаке поставили чип. Нет, кроме того еще, что с ней? Пока ничего. Потом нужно будет ее поставить прививки. Перед прививками нужно будет прогнать глистов. Вот я глистов прогнал. Потом через 10 дней нужно поставить прививки. Эти прививки все наклеиваются. То есть ни чипированную, ни привитую, ни проглистогоненную собаку не выпустят. Не примут. Но это кроме того, что бумажный документ есть? Ну, бумажный документ, да, оформляется паспорт международный. Тоже международный паспорт урагана будет? Да, тоже. Видите, что ездили такие же, все игрули с собаками. Нормально. Тем более мы едем. Документ, что она не породистая. Ну, в смысле, не племенная. Документ возьмет Кинологическая ассоциация. То есть и выполнимо все. Я задаю вопрос, даже в этой службе было, что, ну, что-то есть то, что невыполнимое. Они говорят, такого ничего нет. Так что я получил приятное известие на этой неделе. Не знаю, насколько достоверно. Будто бы. Батюшки друг есть. Отец Петр, кажется, в Белоруссии. И он знает и говорит, газель наша, проходимая, новая, ее пускают за рубеж. Если этот вопрос у нас вообще снято. Мы просто не надо перегрузки делать, отдавать. И это надо сейчас получить подтверждение. Ну, мы доехали. Допустим, так. Доехали, а нас не пропускают. Ну, не пропускают. Нам вернуться надо назад. Тогда мы начинаем работать, чтобы доехать, а простаться. Приезжаем, снова загружаемся. Там газель уже будет договоренность. Перегружаем на газель, машину даем, и в работу. Работайте. В течение полутора месяцев. То есть, ну, надо что-то... Не сидеть на месте, надо делать. И опережать события. А события очень интересные. Нам есть, что сказать. Есть, что дать. И сильная поддержка. Финансовая поддержка. Складывайте каждый, кто что может. Я отдаю все, что есть. Пенсия. Больше у меня ничего нет. А у нас что-то будет. Господь усмотрит. Сын мой. О, но он запутается рогами. Так, еще кто что хотел сказать? Не знаю. Так, все сказали все, да? Так, с вами мы договорились. Если Господь благословит, на следующее я с детьми позанимаюсь. Об уважении к родителям, о страхе перед ними и к старшим и прочее. Что в детях это в корне должно быть заложено. Коротко. Вот Людмила Степановна сказала, это как-то ушла тема, районные собрания. Вот я предлагаю, вот где Алексей Загуляев живет, там несколько семей наших живет. Чтобы в гости приходили к Алексею или там Константину. Я там одного человека, мне звонит уже человек какой-то и говорит, о, Игорь, помнишь, там все, вот мы с Костей там общаемся, то есть Костя уже там в авторитете в каком-то, то есть вот Константин как лидер группы, законе уже рекомендуется, уже на Константина ссылается, ну, то есть как на человека, который что-то ему рассказал, вот, поэтому я рекомендую, что вот Константин, Алексей, Севастьян и еще группа может там сформироваться. Группа железнодорожного района, я рекомендую Валерия Сокольских, но он как-то не хочет. Там Галина Ивановна Силина прям, Татьяна Капустина, потом у нас Гончарук Александра Михайловна, то есть это все вместе. Вот, пожалуйста, Валерий, он говорит, а я как после стройки там и прочее, какая разница? Иди грязный, прям на занятия, и Бог тебя благословит. Вот прям молитесь за Валерия, чтобы он был руководителем вашей группы. Можно предложить? Да. Я была у Валентины Ивановны, у Александры Ивановны Чернявской, она очень хочет, чтобы у нее собирались. Ну, это вот ближе к это... К Севастьяну даже. Она скучает по всей, говорит, я бы... Потому что для бабушек имеет значение лишние 100 метров пройти, это уже имеет значение. А сейчас, тем более, сугробы мне приходится прям рядом с домом забирать. Вот и гололед с третом. В прошлый раз было объявление насчет роботов. В общем, деньги уже спрашиваются, это сруб. Кто еще не участвовал, это, пожалуйста, вот коробочка лежит. Это просто счастье для них, потому что за 200, за 200 всего тысяч, ой, за 20 тысяч всего, значит, им продают сруб, но его еще надо перевести, и еще его надо разобрать сначала. 8 на 8. Поэтому, но это все-таки какой-то шанс. Кто хочет поучаствовать, пожалуйста, потому что другого такого варианта просто, ну, встать невозможно. Так, мне предложил, сейчас скажу, мне Гавриил предложил оповестить вас всех, кто может в Ютубе помочь. Я выставил 900 с лишним роликов, 926. А где там пояснение? Я пояснение брал с сайта, любой вопрос, ответ, то есть не связанный с содержанием. Нужно сделать так. Прослушать, допустим, вот наше собрание сегодня, о чем мы говорили? Дома ты берешь такой-то, и на меня уведомляют. Ну, ты увидишь, что она сделана или не сделана. Вот этот материал, который я вставил, его чуть-чуть сдвинуть, и приготовь материал строчки на две хотя бы, на три. О чем мы вначале говорили? Сейчас, подожди. Ну, мы говорили о том-то, на такой-то минуте. Смотри, по минуте как идет. Дальше, такая-то минута, мы говорили о патриархе. Такая-то минута, мы говорили о деревне. Такая-то минута, ну, о поездке. И так вот выставить минута, поездка, одно слово, поездка. И что там внизу уже не войдет, там количество строк, лишних, не может быть знаков. То там убрать где-то, найди, ненужные слова. А одному это не сделать. Нужно, чтобы подключилось человек десять. Материал огромный, все, надо заново прослушать и составить каталог. Да нас будут находить. Когда каталог составленный, в десять раз с лишним увеличится посещаемость наших сайтов. Вот в чем дело. Ну, представьте, я вот это говорил, когда мы молились около храма Христа Спасителя. Ну, просто подошли и помолились. И вдруг составляет из этого как бы ролик. Патриарх говорит, тут говорю я. Тут приносят молитвы перед пятиконечной звездой. И заголок. Святейший патриарх, куда ты нас ведешь? И в один день пришло больше, чем то, что я выставил в течение двух месяцев. Вот и все. Вот этот метеорит упал, ну, пятнадцатого числа. Пятнадцатого, вот только что упал. Я вообще раз смотрю, посещаемость снимков полтора миллиона. И Америка, что интересно, как откликнулась. Вы посмотрите, говорит, что делается у русских. Упал метеорит. Ну, никто же не знал, что он упадет. Да что у вас съемочные вот эти, что снимают? В каждой машине стоят? Одни с одной стороны, другие смотрели прям, где упало рядом. Третьи так. А наша, фу, говорит, странная Америка. Ни одного снимка не могла сделать, как Пентагон разбомбили. Вот и считайте, кто бедный. Бедная Россия на каждом, у каждого руках потопата. Съемка идет. Их поместили в мировом масштабе. Сейчас обращаются все к русским. Да у них еще такой потенциал у русских. Ну, попали мы из-за метеорита там. Метеорит пало, русских подняли. Так что то, что мы делаем, это дело не с сегодняшнего дня. И когда будет все закончено, если мы выйдем живые, то нам есть, что будет поделиться мнением, и какая там обстановка мы сможем сказать. Давай. Говори. Так, вот Надя сделала такое, чтобы мы делали сбор дроботом, да? Делали. Будем собирать, допустим. А нельзя ли у дробота узнать? Если ему привезут сруб, он так и будет стоять, и так и сгниет, как баня сгнила. И что? Надо, наверное, с хозяином-то посоветоваться. Прям вопрос ему сейчас не задать. Я уже задал вопрос. Вопрос в том, что баня не сгнила, баня у него есть. Почти. Ну, как у нас в бане все не доделали 10 лет. То есть там срубная баня, вот где мыться, там есть. Остается только обшивку сделать вот это. Ну, а второй... Ну, то есть вопрос в том, что привезут, не привезут, уже у них вопрос, семья решила. Это уже их вопрос. Это не наша там воля. Мы знаем. Будет, сгниет, не сгниет вопрос. Надя не просит, чтобы вы собирали деньги. Никто никого не обязывает. Потому что собирать не может и не надо. То есть, вот если говорить серьезно... Не об этом речь, Надя. Не об этом речь. Не об этом речь. А речь о том, будет он делать или нет. Или он будет на десятилетку растягивать. Когда дети уже вырастут. Я так знаю, уже могу. Вот этот прямо строгий ему вопрос задать. Он сруб, срубнишь к ней, и он строго сказал, как я, без эмоций. Он сказал, буду, все, я буду делать. Такой специалист, он вообще очень быстро может... У них намерение есть. А будет ли он пить, не будет. Вот он сейчас не пьет. А будет, не будет. Не пьет, не пьет. Кто знает. Что теперь об этом делать? Ну что нельзя, если... Как нельзя, как люди... Надя, ну что глаза-то замазывать. Мы люди взрослые. Мы понимаем, что это такое. Но семье надо помочь. Нет, все стоит. Двадцать тысяч – это не деньги. Это не деньги. Для такого сруба. Если он правда действительно есть, я не видел. Батюшка сказал, помогать надо. Она значит, что он нам помогает, что они помогают. А мы сейчас будем обсуждать, какой... Обсуждается он. Все, по концу, можете с ним на разлом. По совести... Пока полный помогать. Игорь, наобъемте мы закончили. Мы все переговорим. Я скажу... Не доверяйся, тихо. Ну-ка, толпи. Сестры, Игнатий, 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 разговор-то идет о доме, о целом. Давай потом разговор, тогда не будем с этим. О дом целый, говорят. Уже поговорили, потом отдельно поговорили. Больше не будем с этим. Здесь разговор закончен. Вот смотрите, я посмотрел этот, который западный образ службы идет. И у меня сегодня утром... Вот я молился, в это время у меня мысль такая пришла. Я думаю, от Бога ли? Я снова встал на молитву и решил... Первая мысль была поделиться с вами. А поделиться есть чем. Почему не создадут особую какую-то комиссию? Ну, как-то бы, православные где-то, ни за рубежом, ни здесь. Вот они такие, они плохие. Но у каждого столько хорошего. Почему бы не создать такую комиссию? Ну, допустим, православно-протестантская комиссия. И что хорошего у Баптиста взять? Чего у нас нету? А почему я так стал думать? А вот почему. Все, что возникает на том, где пусто, оно возникает не случайно. Сегодня католики, католики на уровне Папы признают, что реформа-то, которая стала делать, или, как называют они там, протестантизм, Мартин Лютер-то, а на пустом месте он не был. Вот это инквизиция, индульгенция. Слово Божие не знают. Он перевел на немецкий язык, он же перевел-то. Это надо было или не надо? И понимают, что католическая церковь теперь уже пошла по его стопам. Стали переводить, стали делать, но тогда не хотели слушать. И сейчас рисуют рисунки, такие, папа стоит, и к нему Мартин Лютер подходит и просит благословения. А субботники из себя выходят эти, ну, от 27-го дня. Вы додумайте, до чего дошло у нас, что папу ставят как главным объединителем всех. Ну и что? Вот эта комиссия сказала, вот возникновение вот этого-то, это наша вина. Мы не проповедовали. Баптисты-то здесь возникли, это в России, это из-за того, что не было Слова Божия. Я слышал одного человека, ну, уже в записи, и он говорит, когда вернулся после 14-го года из Германии, с пленом, то они стали собираться, там он научился Слово Божие читать-то. И на русском языке были Евангелия, выпускали, но очень мало. И они собираются. И батюшку пригласили, и батюшка пришел к ним. Ему понравилось батюшке. Они говорят, батюшка, а что лучше, идти в храм или заниматься, вот как мы? Священник говорит, я не знаю. Делайте, как вам лучше. Что проще-то сказать? Да вы сходите в храм, помолитесь, благословитесь и дальше занимайтесь. А я не знаю. Так вот, чтобы мы поняли, что, допустим, адвентисты седьмого дня, они очень любят соблюдать Ветхий Завет. И говорят, не надо. Как это не надо? Его никто не отменял. Господь возвысил закон. Они-то этого как будто и не знают. Они пытаются субботу исполнять, как в Ветхом Завете. Так у них-то строгость какая. Как это полезно нам взять-то? И чтобы эта комиссия сказала, что у нас в воскресенье и на работу идут, и скользящий график. Ни один адвентист во всем мире этого не делает. Ну понимаете, ни один мусульманин за 1300 лет свинину в рот не взял. У нас в армии принуждали выстроиться. Своих свиней держали, отрезают ломоть и каждый взять. Они вот так вот подходят, рукава натянут, ему вот сюда вот положат. Он должен идти. Ну они вот так положат, и только отходят, и вот так сбрасывают. Ну а русские свинаеды тут же подхватывают солдаты. Сало бросил, особенно с Украины. Сало, ты как мог сбросить-то? Чурка-то немытая. А чурка-то немытая лучше нас. Он знает, что оно вредное. Его так научили. У нас ничего нету, что угодно сидят. И главное выпить. И сейчас в интернете выставляют ролики, и люди едут на отдельное там, ну везде в Таиланд, в Турцию, и только одно условие ставят. Чтобы здесь, в вашем, ну место, пляжу, русских не было. Во Франции везде лозунги, чтобы только русских не было. И показывают дальше как русские. Все пьяные. И женщины немецкие купаются, их спрашивают, а почему вы против русских? Да женщины русские ведут себя как-то непонятное. Каждое хочется нового мужика на каждый день. У нас это как-то не принято. Чтобы на каждый день нового мужика. Мужик ходит и ко всем пристает. Давайте выпьем. Выпьем и через барьер плыгает, падает в воду. Если не смотрят. Посмотрите, какая скверная идет. Это сегодня, сейчас. Это не на пустом месте. Если нас где-то ненавидят, обстановку можно переломить только собственным нашим поведением. Понимаете, выступил патриарх Алексей недавно. Алексей говорит, это Кирилл. И я его даже распространять стал этот ролик другим советовать. Как он правильно сказал. О том, сколько у нас сил. И не заботятся ни олигархи, ни кто. Но он правильно сказал. Я все нажимаю и нажимаю. И оно все время выплывает по-новому. И все люди считают. И тоже подхватывает и дальше его речь. Он сказал правильные слова. Надо найти, где правильно говорят. И чтобы такая комиссия разобрала, что хорошего у яговистов. Свидетели его. Они идут и к дому, и к дому. Как они любят заниматься. Почему это не взять? Их руководителей призвать. Здесь, когда мы собирались, я позвонил их руководителю, Михайлов. И спросил. Он не стал мне давать совет. Как по домам ходят. Поскольку человек. В какое время суток. И что. Мы в течение недели уже собственно на работе не отстали от них. И нас говорят, а вы как к свидетели Ягова идете. Но мы и есть свидетели Ягова. Только православные. А вот у вас учат людей. И надпись есть, как у баптистов. Но мы не баптисты. У нас батюшка один баптист. Баптист значит креститель. Но мы уважаем доброе. Мы везде берем доброе. Мы о войко распространяли. О богачеве. Песнопение. Ярлопести. Меня за это судили. Мы берем самое хорошее. И поэтому секты возникли там, как правило, где какой-то недостаток. И они на этом месте сеяли. Мы виноваты. Ну мы то есть православные. И нам надо об этом помолиться, чтобы положено было на сердце патриарху и не заносило, чтобы нас. Нам нужно научиться слушать людей. Брать хорошее. Я часто обращаюсь к опыту мусульман. Посмотрите, как они сумели сделать. Пятикратный намаз в день. Для меня это самое главное. Почему православная церковь не поставила это в непременное условие? Непременное. Вот и все. Там думают как-то выправлять людей. Вот этот побег в легион. У нас вообще ничего нет. Спиласи несчастные. Кто виноват-то? Чтобы мы взглянули сами на себя. Но это было сверху показано. Займемся. Создать комиссии какие-то. Пойти у каждого попросить руководителей. Научите нас вот этому. Покажите, как правильно делать. Как ходить по домам. Как людей звать. Как баптисты проповедуют. Как проповедников готовят. Как это вы делаете. Научите нас. И не надо стыдиться этого. Это вот у меня сегодняшняя утренняя молитва была. Я просто не могу из этого выйти. Думаю, как же так раньше-то мы не подумали об этом. Но я ничего не могу сделать. Я не патриарх пока еще. Что не патриарх принимает. А когда скажу пока еще, все улыбаются. Ну что? Прокомментируйте, пожалуйста, отречение папы от престола. Ну, отречение папы, он 28-го, кажется, числа, февраля уходит. Говорят, это единили. С 1415 года единичный случай. Это неправильно. Это примерно уже четвертый папа будет. Который добровольно уходит. И у меня на форуме это все выставлено. И кто его к этому побудил, это форды, расширенные. И показывает, кто и почему он ушел. То есть поставлены такие условия, которые он не выполнит. Ну, доказывать ничего не будем. Это все у меня выставлено на первой странице этого форума. Я целыми днями торчу и хорошее беру. Хороший материал у меня Нюра Конечникова, Курчина ставит, добавляет на форум. Там, про третью мировую войну. Заходите, помогите разобраться с Ютубом. Краткое содержание поставьте. А как, посмотрите. Это на первой странице, на форуме у нас указано, как помочь нам оформить Ютуб, чтобы он заработал. Чтобы людям дать знать, что здесь есть. Вот, собрание. Какого числа? Что собрали? Вчера собрание, сегодня. А о чем там речь? Надо указать оглавление. О чем там речь? Поэтому надо прослушать. Если ничего нет, поблагодарим Бога. Ну, стой, но есть никакого истину. Блажите Тебя, Благородицу. Рызноблаженную и пренепорочную. И матью Бога нашего. Честнейшую херувин. И славнейшую, без сравнения, серафин. Без истления Бога снова рожую. Сучую Благородицу Тя величай. Слава Тебе, Господи, за милость Твою, что продлил нашу жизнь. Исполни наше желание. Служить Тебе, любя Тебя всем сердцем и всем умом. Если от Тебя то, о чем мы говорили, то устрой. Найди полезных людей. Побуди сердце патриарха. Искать самое лучшее для пробуждения невозрожденного. Тебя слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христа. Субтитры подогнал «Симон»!